Войска Западного фронта в ходе Смоленской наступательной операции 2 октября 1943 года вышли к северо-восточной и восточной границе БССР. В это время соединения Центрального фронта в ходе Черниговско-Припятской операции заняли позиции у Днепра, Припяти, Сожа и создали благоприятные условия для освобождения юго-восточных районов республики. Ставка Верховного главнокомандования намечала осенью 1943 года и в ходе зимней кампании 1944 года развернуть наступление на огромном фронте от Балтийского до Черного моря. Главный удар на правобережной Украине и в Крыму. Важное место отводилось наступлению на северо-западном направлении, где предстояло разгромить группу армий «Север» и полностью снять блокаду с Ленинграда. На западном направлении ставилась задача нанести поражение группе армий «Центр» и очистить от нацистов Беларусь. А главное – активными наступательными действиями сковать как можно больше сил противника и тем самым содействовать успеху на Украине и в районе Ленинграда. При разработке этих планов ставка исходила из данных разведки, которые не всегда и не везде отражали реальную обстановку. В частности, разведорганы сообщали, что противник в ходе летней кампании понес большие потери, деморализован, и что измотанная в предыдущих боях группа армий «Центр» не имеет резервов, ее оборона крайне неустойчива. Эта ошибка в последующем дорого обошлась соединениям и частям Западного фронта. Понимая, что потеря Беларуси и глубокое продвижение советских войск на западном направлении серьезно осложнит стратегическую обстановку и откроет путь к границам Германии, Генштаб Вермахта принял все меры, чтобы создать сильную линию обороны, символически названную «Фатерланд» – «Отечество». Лесисто-болотистая местность и многочисленные водные преграды позволили построить шесть оборонительных рубежей. Все города и городские поселки были превращены в опорные пункты. Витебск, Оршу, Могилев и Бобруйск Гитлер объявил фестунгами – крепостями, которые следовало защищать до последнего солдата. В состав группы армий «Центр», который командовал фельдбаршем Клюге, входили три пылевые и одна танковая армии, полтора миллиона солдат и офицеров, почти тринадцать тысяч орудий, шестьсот тридцать танков и штурмовых орудий, семьсот самолетов. Это грозная сила, которая долго и тщательно готовилась встретить наступление советских дивизий и нанести им поражение. Большие надежды гитлеровцы возлагали на осеннюю распутицу и бездорожье. Немецкие генералы полагали, что в грязь и слякоть Красная Армия не сможет преодолеть оборону и успешно наступать по раскисшим грунтовым проселкам. Генеральный штаб сухопутных войск Германии, оценив обстановку, пришел к выводу, что в течение октября-ноября советские войска не будут вести активных наступательных действий на западном направлении. И здесь начнется двухмесячная оперативная пауза. СССР будет ждать наступления морозов и улучшения погоды. Но, вопреки прогнозам немецких генералов, наступление Красной Армии началось в октябре и велось на широком фронте до конца 1943 года. Как это было, мы расскажем в последующих сюжетах проекта «Освобождение Беларуси». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова